Смотрите-ка, оно еще трепыхается. Оказывается, всем известная нам сказка Золушка, которую мы так хорошо знаем по одноименному фильму 1947 года, является одной из вариаций так называемого бродячего сюжета под редакцией Шарля Перова. Существует еще одна версия Золушки. Ее авторами являются братья Гримм. И именно эта редакция сказки больше распространена в Западной Европе. В 1973 году по ней был снят фильм «Три орешка для Золушки», о котором у нас и пойдет речь. Главную героиню сыграла чешская актриса Лебуша Шафранкова. Это была одна из ее дебютных ролей, после которой на актрису обрушилась слава и всенародная любовь. Мало того, до сих пор Лебуша Шафранкова яркая звезда чешского кинематографа. О, прекрасный подарок. От Белочки. Роль принца исполняет Павел Травничек. Это тоже его дебютная большая роль, после которой Павел стал знаменитым актером. Тандем актеров Лебуша Шафранкова Павел Травничек настолько полюбился зрителям, что они еще раз сыграли вместе принца и принцессу в кинокартине «Третий принц». Наша Золушка представляет собой забитую девушку, которая обретает свое счастье благодаря помощи крестной феи. Европейское Золушка занимает активную позицию. Не боится своей мачехи, скачет по полям и лесам на собственной лошади и всячески запутывает принца, который с друзьями охотится поблизости. Да и все волшебство, которое присутствует в фильме, это три орешка, превращающиеся в одежду. Мне сказка очень понравилась. Возможно, я даже видел ее в детстве, но почему-то совершенно не помню. Красивые наряды, актеры, замечательная музыка, интересный сюжет, великолепная игра актеров. Неудивительно, что эта кинокартина до сих пор очень популярна в Европе. Ты привез мне мою туфельку? Вот тебе за это перстень короля охоты. Ставьте лайк и подписывайтесь на канал. С вами был Павел, журнал «Советское кино». Всего вам самого доброго!